Девушки отдыхают Кажется, я придумала. Я отправлюсь к портному и освою еще одну профессию. Заодно сошью себе новое платье. Девушки отдыхают Татьяна Николаевна, здравствуйте. Я Левтина Бокова и хочу стать портным. Научите меня? Конечно. Мы давайте приступим. Но сначала нам нужно переодеться. Хорошо. Я пришла не с пустыми руками. Я купила ткань, чтобы сшили платье. Конечно. Очень будем рады. Девушки отдыхают Зачастую многие путают профессии швеи и портного. Вроде и те, и другие шьют. Профессия портного очень древняя. Специалист создает вещь с нуля для конкретного заказчика. Мастер снимает мерку, вырезает, подрезает, сшивает, утюжит. И это далеко не все. Профессия швеи моложе. Она стала развиваться в связи с массовым производством одежды. Задача швеи – соединить детали кроя. Специалист работает в бригаде, где у каждого работника своя зона ответственности. Многих девочек шить учат еще в школе на уроках труда. И сегодня для меня будет подобный урок, но уже в более взрослом возрасте. И шить меня научит портной Татьяна Николаевна. С чего начнется наш урок? Ну, во-первых, у нас будет шиться вот такое вот изделие из трикотажа. Я смотрю, вы купили трикотажное полотно. Ширина у него достаточно большая. И в нашем изделии будет цельная полочка, то есть передняя часть, цельная спинка, задняя часть. И поэтому ткань нужно будет сложить таким образом, лицевой стороной внутри, изнаночная сверху, чтобы было два сгиба. Можно другую сторону я? Да, конечно. Вот таким образом, да? Да. Немножечко ниже, вот здесь вот мы будем укладывать, прямо ровно к сгибу, не оставляя никакого зазора. Для того, чтобы выкройка у нас держалась, нужно положить утяжелители. Здесь, кажется, закончили следующий этап. Дальше нам необходимо обвести контур выкройки. Выкройка уже здесь готовая, с готовыми припусками на швы. Мы обводим припуски, у нас уже здесь заложены. Поэтому обводим только по краю нашей выкройки. Пока другую сторону начали. Линии должны быть тонкими, и поэтому обводить нужно не торопясь. И я уже начала опаздывать. Мел держите ровно, вот не острием, а вот ровно. У вас должен быть вот прям... А на что это влияет? Потому что у вас толщина линии уже получается толще. А сколько в среднем уходит времени на шитье вот такого платья? Ну, новичкам уходит где-то 2 часа. Ну, вот вы видите, какие медленно работы у меня. Сколько уйдет? Ну, я думаю, в 3 часа мы с вами управимся. Дальше мы вырезаем по нашим уже намеченным линиям, не оставляя уже никаких припусков. Хорошо. Начинаю, да, резать не с середины, а вот именно от сгиба. Не знаю, с чем это связано, но у меня стали дрожать руки. Как быстро эти ножницы пальцы режут? Пальцы они не отрежут, ножницы должны быть прям вот на столе, нижнее лезвие. Кажется, я наработалась. Насколько поняли уже наши зрители, я все делаю медленно. Вот на наших контрольках, которые мы с вами отметили, нужно сделать небольшие надсечки для того, чтобы при сшивании наших срезов, чтобы они у нас были совмещены. Полочку и спинку мы вырезали, иголки можно будет уже убрать. И у нас остается рукава. А я постою и посмотрю, потому что это получается у меня лучше всего. После того, как мы выкроили наши детали, нужно их будет подписать, чтобы нам не перепутать при совмещении рукава с нашей проймой. То есть вот это вот у нас спинка. Можно я буду писать? Да, спинка СП. Там у нас полочка. Просто П. Вот здесь вот у проймы. И здесь, вот эта часть у нас к полочке идет П. Это к спинке. Все? Следующие детали у нас будут. Это мы будем выкраивать пояс, который у нас делается из эластичного полотна кашкарсе. Он выкраивается у нас точно таким же образом с изнаночной стороны. При расчете выкраивания пояса учитывается ширина платья внизу. И это вот количество, которое мы измеряем сантиметровой лентой, умножается на коэффициент, который зависит от растяжения нашего кашкарсе. В нашем случае у нас ширина низа получилась 50 сантиметров. Это половина нашего изделия. И умножаем на коэффициент 0,75. И у нас получается, что ширина кашкарсе закладывается удвоенная ширина пояса плюс припуски на обработку срезов. А длина пояса, вот как раз-таки наш коэффициент умноженный на ширину низа. И у нас получился он 37,5 сантиметров. Откладываем мы сантиметровой лентой. Честно говоря, я еще полторы минуты назад потеряла ход мысли. Проводите линию и вырезайте. Почти идеально. И теперь вырезайте. Да, это у нас будет пояс. У нас еще будут манжеты. Я закончила. Молодец. Дальше у нас манжеты. Этот кусочек получился уже быстрее. Быстрее. Ножницами пользоваться я научилась. Можно приступать к следующему этапу. Да. Следующий у нас будет работа уже на нашем оверлоке. То есть для того, чтобы нам прошить швы, для начала можно припуски сколоть. Точно так же мы будем закалывать наши кашкарсы, но прежде нам необходимо будет его заутюжить. А можно я? Вы только покажите, как это делаешь. Ставьте утюг прям. Вот педаль, да, надо. Ну, от нее шум получается. Ой, забыл отпустить ногу. Нужно нажимать не постоянно, держа на кнопку, а вот так вот, как бы, участками. То есть вот именно тот участок, который нужно. Все, получилось. Все, молодец. Выкладываем по ровной линии, по прямой, чтобы у нас именно наш манжет был ровный, без каких-то изгибов. Дубль два. Так, сначала ставим, потом нажимаем, да? Ставим, да, полностью, да. Долго не держите, то есть мы... Ага, поставьте. Вот это скорость. Мне кажется, надо еще учиться года четыре, чтобы так уметь. После заутюживания наших деталей мы уже переходим на наш оверлок, то есть будем уже шить наше платье. Наверняка это самое сложное для меня. Ну и самое интересное. Татьяна Николаевна, мы сели за страшную и опасную машину. Что можно делать, что нельзя? Да, но это у нас оверлок. Он у нас четырехниточный. Он предназначен для стачивания и сразу же обметывания срезов. На нем работают только по трикотажу. Поднимая лапку, мы подкладываем таким образом, чтобы у нас срез оказался около ножа. И работаем уже левой педалью. Немножечко ткань, помогая руками, ее направляя, то есть обметали и оставляем такую вот небольшую петлю. Обрезаем. Какие у вас ножницы? Да, это сниперы, то есть удобно ими работать. Прежде чем шить наше уже изделие, наше платье, давайте мы попробуем поработать просто на кусочки ткани. Так, как у вас получится? Поднимаю лапку. Да, поднимайте правой лапкой. Опа. Да. Включаю черную кнопочку. Ногу меняю. Ногу меняете и очень слабо нажимаете. Скорость здесь, она регулируется. То есть регулируется нажатием на педаль. Понять бы как еще регулируется. Плавно нажимаете, да, вот так вот качая, как будто бы качая, не нажали и давите. Ну вот сам маленький кусочек сейчас, рукавчик поработаем. Оно все само. Вот что у меня получилось. Вы мне все-таки доверите это? Все. Получилось. Все молодец. Хорошо, а что дальше? Дальше мы уже будем наши манжетики точно таким же образом замыкать. Я просто в шоке, с какой скоростью Татьяна Николаевна получается прошивать все это. При этом у нее даже ни разу не дрогнула рука. Вообще работать с трикотажем очень легко и быстро. То есть вот трикотажные изделия, они самый быстрый способ сшить себе обнову. Ну и остается у нас последняя деталька, которая у нас на этом этапе. Мы замыкаем наш пояс, то есть мы делаем его в круговую, потом будем уже обрабатывать. После окончания работы мы, конечно же, выключаем нашу машину. Дальше мы идем уже на парогенератор, то есть мы будем эти швы утюжить. Манжеты мы натягиваем на рукав, то есть это у нас такая колодка. И также мы утюжим нашим парогенератором. Мне кажется, как будто Татьяна Николаевна не гладит, а медленно плывет утюгом по реке. Да так плавно и нежно все происходит. Все, теперь у нас следующий этап – сборка уже полочки спинки с рукавами. Следующий этап – мы уже приступаем к втачиванию наших рукавов. То есть мы их закололи, и поэтому мы уже можем смело их втачивать. Также включаем машину. Начинаем мы со стороны спинки один рукав, а другой рукав со стороны полочки, для того, чтобы у нас шов в заутюживании был в сторону рукава. Я прям не могу оторвать глаза от того, как шьет Татьяна Николаевна. Это так красиво, так ровно. Дальше у нас уже идет пояс. То есть пояс мы замыкали, у нас получился один шов. Мы находим середину у нашего пояса и закалываем на другом боковом шве, так как у нас и передняя, и задняя части, то есть полочка и спинка, они одинаковые. То есть у нас получается на растяжении, когда мы будем шить, у нас идет шить со стороны кашкарсе, чтобы нижняя часть, она у нас равномерно растягивалась. Мы вот так вот немножечко натягиваем. И надо держать, придерживать. Да, вот. То есть тут получается вот середина. Мы уже можем участками, то есть вот один участок прошили. Дальше смотрим опять, как у нас идет на растяжение. Другой можно. У нас так будет равномерно распределяться. А можно я тоже попробую? Вот. Ага. Сейчас я боковой пройду, потому что боковой получается немножечко толщина здесь, и оно может уйти из-под ножа. Я снова села за эту страшную и опасную машину. Немножечко натягиваем, вот так вот. Вот придерживайте, пожалуйста. Да, вот. Сейчас я мерзлю. Подождите. Вот так вот мы натягиваем, то есть нам нужно распределить. Потом вот эту часть, и вот до этой точки можно уже прошить. Упс, что-то пошло не так. Если вот он такой получается, нужно начать уже отсюда. После того, как у меня не получилось, я что-то перехотела работать. Нежно. Не волноваться. Оп. Все, выключаем машину. Красная. И вот эти вот наши места, которые у нас вначале не получились, их нужно будет нам заправить вовнутрь. То есть мы берем иголку, в которую у нас пройдет наша обмёточная строчка. Можно этот кусочек я попробую? Так, в любую сторону, да? В любую. Начинаете вот прям рядышком, где он вы. Вовнутрь припуска нет. А, то есть между ниточками. Действительно, я работаю медленно. От этого самой неловко. Иногда казалось, что терпение Татьяны вот-вот лопнет. Остается горловина. Так как она у нас... Самая сложная? Да, самая сложная. То есть самая видная часть получается впереди. И поэтому ее нужно сделать максимально хорошо. И вот мы закончили. Осталось еще один раз ототешить. Осталось заправить все нитки, которые у нас были оставлены. И уже окончательная утюжка нашего готового платья. Та-дам! Татьяна Николаевна, спасибо большое за урок, за то мастерство, которому вы меня научили за короткий промежуток времени. Я очень рада, что вам понравилось. Я думаю, наше увлекательное мероприятие произошло на пользу вам. И я очень рада, что могла вам помочь. Классная платьица. Да. Как футболка. Получилось супер просто. Спасибо большое. Всего два часа работы. И мы вместе с Татьяной Николаевной шили вот такое легкое и классное платье, которое можно носить, в принципе, летом на улицу или даже на работу. Что быть спортным – это хорошо. Можно сшить для себя все, что угодно, увидев любую картинку в интернете. И поэтому, мне кажется, надо продолжать это направление изучать дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!